Сегодня мы собрались здесь, чтобы поклониться Шакти. Шакти означает все энергии, это слово неприменимо к какой-либо конкретной энергии. Все эти энергии находятся в различных чакрах и никакое Божество не может работать без этих энергий. Так все вы знаете, что энергия Кришны была рада, а энергия Рамы была Сита, энергия Вишни была Лакшми. И аналогично, везде, где пребывают Божества, они находятся там вместе со своими энергиями. Они не могут работать без своих энергий. Шакти та, что пребывает в вашем центральном сердце, форме Джагадамба. Она находится здесь, в сердечной чакре. И эта Джагадамба Шакти очень могущественна. Если вы пойдете дальше, то вы узнаете, что Шакти всегда живет рядом с Божеством, как его мать или как жена. Это означает, что сегодня, чтобы поклониться Шакти, надо поклониться всем энергиям, которые идентифицируются с Божествами. Когда эти Шакти страдают, наши чакры тоже повреждаются. Из-за этого возникают физические, умственные и интеллектуальные проблемы. В этом причина того, что мы должны всегда поддерживать наши Шакти в состоянии счастья. Как говорят, Деви Прасано Бхава, что означает Деви счастлива. Если мы не доставляем удовольствие Деви, никто не знает, что может произойти. Сейчас, после того, как Кундалини пробудились, к этим энергиям добавилась еще одна существенная специфическая энергия. У всех этих энергий есть одна особенность. Они работают в соответствии со всепоникающей энергией Парам Чайтани, которая является энергией Мадиши Акти. Благодаря этому союзу они получают эту энергию. Все эти отдельные энергии связаны с энергией Адиши Акти, и все они работают вместе. Это означает, что, если Ваша Шакти в сердце слабая, то, когда она соединяется с Парам Чайтанией, то эта слабая Шакти становится могущественной, и она посылает сообщение всем другим энергиям, что теперь не о чем беспокоиться, и что Шакти тоже стала сильной. Шакти является в форме женщин, а Божества в форме мужчин. Поэтому Вы должны уважать и почитать женщин, и поддерживать Груха Лакшми, потому что Груха Лакшми очень важна. Мужчины должны понять это. Это не означает, что женщины должны всегда получать мужчин или быть недовольными мужчинами. Женщины должны быть подобными Груха Лакшми. Они должны обслуживать своих мужей и детей. У них есть только одно дело, а у мужа тысячи дел. И они должны исполнять свою работу хорошо, должным образом. Это очень важно. А обязанность мужа – верить, что его жена есть Шакти дома. И его взаимоотношения с женой должны быть правильными и чистыми. Мужчины иногда думают, что они могут делать все, что хотят. Что если он делает что-то, то для него все в порядке, ведь он мужчина. Это очень грубая ошибка. Если Вы будете поступать так, то бедствия, которые могли прийти, придут. И несмотря на то, что жена может вынести все эти беды, ситуацию нельзя будет изменить. Потому что если Вы беспокоите хозяйку дома, Божества никогда не придут в дом. Хозяйка дома никогда не должна ворчать. Она должна поддерживать мужа в состоянии счастья. Она должна содержать дом должным образом. Это истина. Но Лакшми дома – это Шакти дома. Вот почему у Вас должно быть очень глубокое единство и понимание, с ней. Когда этого единства нет, тогда разум покидает женщину. И она становится очень обеспокоенной. И иногда яростной. Иногда она борется. И этим оказывает плохое влияние на детей. И общество начинает распадаться. А когда общество разваливается, дети тоже распускаются. Они копируют дурные поступки и не идут по правильному пути. Не вставайте во время пуджи. И дисциплина в доме рушится. В доме, где нет дисциплины, дети становятся испорченными. Когда дети испорчены, общество испорчено. Что происходит сегодня на Западе? Женщины Запада не считают себя ответственными за состояние общества. Они не знают, как вести себя разумно. Они все время борются. Если вы все время ссоритесь и боретесь, то в доме никогда не будет мира. Что нужно сделать, чтобы принести мир? У вас с мужем должен быть диалог. Спрашивайте его, что беспокоит его, почему мы не можем жить вместе в любви, так, чтобы нашим детям было хорошо. У Запада нечему поучиться, потому что их общество абсолютно разрушено. Одна женщина выходит замуж восемь раз и становится богатой. У нее есть только жадность к деньгам. Она не чувствует ответственности за свое место в обществе. Она не думает о том, что ее общество на ее плечах. Сегодня индийское общество не так разрушено, как западное общество. Причина в том, что в Индии матери хорошие. Но матери не должны быть жестокими с детьми. Вы должны понимать их, быть своими друзьями. Должны сделать так, чтобы они чувствовали, что они равны вам. Должны удерживать их на правильном пути. Если общество не в порядке, тогда мы сталкиваемся с тем, что льется кровь, взрываются бомбы и так далее. Мы живем такой вот панической жизнью, причиной которой являются матери этих людей. Если бы их матери заботились о них должным образом, они не были бы такими неуправляемыми. Они не принимали бы такие непристойные вещи. Они должны вести очень чистую жизнь. И должны уважать эту чистоту и поддерживать себя в чистом состоянии. Потому что только тогда ваша жизнь чиста. Только тогда шакти внутри вас может набрать силу. В противном случае с этой шакти покончено. Так что мы всегда должны думать, что основой шакти является чистота. Когда у шакти нет чистоты, она сидит. И тогда у вас нет энергии. В Америке я видела, что у детей совсем нет энергии. Говорят, что 65% людей в Америке либо заболеют, либо сойдут с ума. Причина в том, что дети не получили должным образом ту любовь, которую они должны были получить от матери. А любовь матери не должна быть такой, чтобы портить детей. В любви матерей должна присутствовать только одна мысль. Наши дети должны стать великими гражданами, великими людьми и великими сахаджи-йогами. Если вы воспитываете детей, исходя из этой точки зрения, наше общество станет хорошим. И вам для этого не надо многого делать. Только в том случае, если ваши дети медитируют в течение небольшого времени, ваша работа выполнена. А если вы щадите ваших детей даже в мелочах, то дети сбиваются с пути, потому что современное время очень плохое. Вот почему те женщины, которые думают о себе как о Лакшми, прежде всего должны понимать, что вы – основа общества. Мужчины не имеют отношения к обществу, и они не должны иметь его. Это женщины должны следить за обществом. Вот почему я всегда говорю, что в сахаджи-йоге женщины слабее мужчин. Я не понимаю, в чем причина этого. Потому что я сама женщина. Женщины должны знать, как медитировать и знать все о сахаджи-йоге. Это очень важно, потому что только так мы сможем спасти наше общество. Мужчины всегда заняты своей работой. Это может быть политика, экономика и так далее. Но вы к этому не имеете отношения. Вы должны сделать ваших детей хорошими. А для этого вы должны медитировать каждый день. Вы также должны научиться уважать и быть глубокими в медитации. Как у женщин в глубину? Когда бы я не встречала женщин, они только жалуются о своей проблеме. Вот почему я говорю, что если вы шахти, вы должны проявить эти шахти внутри вас. Это принесет пользу вашему обществу, а также стране и другим странам. Вы должны показать большой и яркий пример другим странам. Люди увидят и удивятся, что за перемены. Наша страна еще не такая. Нечто плохое вошло в женщин нашей страны. Первое то, что иностранные товары с такой легкостью производят на них впечатление. Они под впечатлением фильмов и в этом демонстрируют слабость. Они стараются копировать киноактрис. Недавно я подумала о том, чтобы выдать замуж одну девушку. Но я услышала, что она просиживает перед зеркалом по три часа. Если она сидит перед зеркалом по три часа, то когда же она будет ухаживать за детьми и семьей? Если она такая красивая, то зачем сидеть перед зеркалом? Какая нужда? И после того, как она смотрит на себя так долго, как выглядит ее лицо? Я сижу перед зеркалом не больше пяти минут. Это тоже очень многое. Начиная с этого, девушки вступают на неверный жизненный путь. С другой стороны, девушки, воспитанницы особых школ, те, кто изучили западный образ жизни, пытаются показать остальным девушкам, что те мисские. Тогда те девушки, которые не воспитывались в подобных школах, тоже стараются подражать им. Подумайте, что все девушки, которые пытаются показать себя утонченными, являются таковыми. Они заключили сами себя в рабство. Они изменили себя согласно моде. Они гоняются за модной одеждой, поносат ее несколько дней и снова хотят купить самую модную одежду. Это не украшает ни одного человека, и в особенности женщину, если она демонстрирует модность своей одежды. Вы должны быть преданной шакти, находящейся внутри вас. Если вы будете делать это, вы будете благословлены особым, уникальным благословением. И благодаря этому благословению вы сможете решить все ваши проблемы без всяких трудностей. Сейчас вы едины со всепроникающей энергией. Поэтому нет ничего, из-за чего надо бороться или ссориться. Мы должны мирно медитировать, быть разумными и поставить наших детей на правильный путь. Возьмем, например, мужа. Он очень правосторонний, много планирует. Я сделаю это, я сделаю то. Женщина не должна быть такой. Она должна проникать во всё. Она должна охватывать всё. Она должна быть как океан. Если на него надавят с одной стороны, он поднимается с другой стороны. И сердце женщины должно быть таким. Если её беспокоят с одной стороны, она должна идти глубоко внутрь и постигать с другой стороны. И что такое проницательность? Проницательность означает гармонию. Она должна нести гармонию. Если она не может нести гармонию, она не шакти. Если она борется и спорит с каждым, тогда она не шакти. Шакти означает, что вы можете проникнуть во всё. Лишь этого нет ничего. И вы выше всего. Только тогда вы шакти. Но если вы подавлены вашими проблемами, тогда вы не шакти, у вас нет энергии. В нашей стране произнесено много слов восхваляющих женщину. И мы видим нашу мать Индию как мать. В нашей стране мать очень высокое слово, потому что она защищает своего сына, не даёт ему встать на плохой путь в жизни. Она растит сына должным образом. Она и отдаёт сыну бесценные качества, которые навсегда останутся с ним. В этой ситуации вы должны размышлять, несёте ли вы мир, комфорт и счастье к своему сыну. Муж приходит домой, а вы начинаете ссориться и сражаться. Если не ссоритесь и не сражаетесь, то старайтесь отстранить себя от мужей. Если вы внесёте в дом атмосферу любви и счастья, тогда дети вырастут хорошими. Аналогично для мужчин. Очень важно, чтобы они не подшучивали над жёнами всё время. Это не очень хорошо, а в северной идее это переходит границы. Они подсмеиваются над жёнами с утра до вечера. В этом нет ничего умного или интересного. Это бесполезно. Вы должны видеть качества жены. Нет необходимости рекламировать их. Вы должны понимать её качества, вы должны знать их и уважать их. Я говорю сегодня об этом, потому что в Сахаджи-йогу пришло много женщин, и они очень ритуалистичны. Они придерживаются постов, особенно в Махараштри. Этого чересчур много, чересчур много. Сейчас вы стали хозяевами самих себя. Какая необходимость соблюдать так много ритуалов. Все те женщины, которые попались в ловушку ритуалов, все они будут спасены. Заставьте их понять это. Не надо объяснить, что они сами являются шакти, и что они работают благодаря шакти. Когда я смотрю на Бамбей, я чувствую, что сюда вошло чересчур много западной культуры, чересчур много. Посмотрите на наших иностранных Сахаджи-йогу. Посмотрите, как они одеты, как носят сали должным образом, и как красиво сидят. Все эти девушки из зарубежных стран имеют образование, и вышли из хороших семей, и все они так достойно сидят. Но что я опишу в Индии? Девушки день и ночь следят за своим комфортом. Ходят в рестораны, едят там, не умеют ничего делать, хотят получать различные довольствия, хотят съездить в это место, посетить то место. Но если внутри вас есть только одно желание, что я есть шакти, которое дает всем счастье. И если вы попытаетесь удовлетворить это желание, вы увидите, каким хорошим станет общество. Мужчины тоже должны смотреть на женщину, как на шахте, которая дает счастье. Они должны уважать женщин. И только так можно исправить общество, потому что общество зависит от женщин, а не от мужчин. Второе, что касается мужчин, политика и экономика страны находятся в их руках. Они должны следить за этим. Хороша и плохая экономическая ситуация. Вы должны приносить жертвы ради вашей страны. Мы испытывали удивление, что я жила в двух разных мирах. Когда я была маленькой, мой отец был в тюрьме, моя мать была в тюрьме. До меня не было никого. А дети вышли с большой и богатой семьи, а жили в хижине и были очень счастливы. Все наши деньги и все мамины драгоценности они отдали Ганди. Они были такими жертвенными по природе. Мой отец был такой жертвенный. У него была дорогая одежда, но когда он вошел в конгресс, он жёг всю на площади. Они были какие-то другие люди, люди, которых я видела в детстве. Они были совсем другими. Сейчас я не вижу, чтобы кто-нибудь говорила пожертвование. Большинство людей только и думают, как заработать деньги, как набить второй карман. Они думают только об этом. Они были в политике, в парламенте. Они также были членами Конституционной Асамблеи. У них была мудрость пожертвования. Они думали, вот у нас есть этот ковер. Давайте продадим его, и у нас будет немного денег для страны. Что еще есть в доме? Давайте отдадим это. Зачем хранить это? Я встречала таких жертвенных людей, а сейчас я вижу в политике покрашают, которые съедают общие деньги. Сожалею об этом. Как такая перемена в Рузе смогла произойти всего лишь за 50 лет? Где была наша страна? И куда она пришла? Такая большая страсть к деньгам. Даже если у них есть уйма рупий, они не удовлетворены. Они хотят иметь больше и больше руки и власти. Все мужчины в политике должны понять, чем они пожертвовали для страны. Чем мы пожертвовали ради нашей семьи, нашей страны и мира в целом? Мы должны что-то дать нашей стране. Или мы пришли в этот мир, чтобы обворовать всех, наполнить карманы и умирать? Все политики поступают так. Они не видят в этом большого греха. Жизнь столь кратка. Как насчет жизни после этой, в которой они будут жить? Они узнают это потом, все те, кто обворовал свои страны и набил свои карманы. В результате наша страна бедная. Если политическими лидерами являются такие грабители, то что еще может произойти? Но есть выборы. И вы не должны голосовать за воров. Сахаджи-йоги должны решить, что они не будут голосовать за воров. И всякий раз, когда вам нужно рекламировать выборы, вы должны писать, не голосуйте за воров. Это политики истощили, опустошили нацию. Я не говорю, что сейчас нет денег. Каждый политик съел уни-рупий, а сейчас они мертвы. Люди не обращают на это внимания. Не отдавайте голоса тем, кто награбил так много, кто разрушил страны. Я не говорю в пользу какой-либо политической партии. Но я говорю от всего сердца. И я прошу вас голосовать только за честных людей. Потому что ваша мать очень честная. Если бы вы были бесчестными, вы бы никогда не приняли Сахаджи-йогу. Так что очень важно, чтобы вы поняли свою ценность. Это нормально, если вы купили немного одежды и драгоценностей, но у вас должна быть мудрость пожертвования. Это сильно поможет. И только благодаря этому наша страна может измениться. И дети люди, которые столь многим пожертвовали в своей жизни, они шли в тюрьмы, и их сейчас нет здесь. Я не видела в мире подобных людей. Я имею в виду, что их очень мало. Вот почему есть одна вещь. Она состоит в том, что нам нужно идти по пути честности и не пытаться подкупать кого-либо. Никогда не давайте взятки. Никогда. Если вы все решитесь на это, все политики, обворовавшие людей, разбегутся. Вас достаточно. И я настоятельно прошу вас, во время избирательной кампании, вывешивать возникли. Не голосуйте за воров. Делайте большие-большие плакаты и пишите. Не голосуйте за воров. Они съели нашу страну. Каждый из вас в каждой деревне должен делать это. Я рассказывала им о том, что Шакти – это женщина. Мужчина не может ничего сделать без женщины. Она – энергия, стоящая за ним. И то, как вы обращаетесь со своей Шакти, очень важно. Как вы заботитесь о своей жене – очень важно. Я говорила, что на Западе браки ручатся, семьи разбиваются, дети оказываются на дороге, и нет вообще никакой дисциплины. Никакой дисциплины вообще. Вы не можете сказать, какими станут дети завтра. Они могут стать ким угодно, потому что родители не имеют никакого интереса к детям. Родители не имеют никакого интереса к самим себе. Так что, прежде всего, надо привести в порядок семью. Вы знаете, что сейчас вы состоите в браке. Так много людей в Сахаджи-йоге образовали семью. Так что я должна сказать им, чтобы с самого начала они приняли решение, что они будут видеть только хорошие стороны своего партнера. И вы должны пообещать и бросить вызов, что вы собираетесь вести очень счастливую семейную жизнь. Очень легко находить плохие качества других, потому что ваши глаза направлены во внешний мир. Поэтому, если вам удалось бы каким-либо образом направить их внутрь себя, вы бы удивились, что у вас гораздо больше дефектом, чем у других. И женщина ответственна за то, чтобы следить за обществом. Если с обществом происходит что-то плохое, то это из-за того, что женщины не понимают, в чем состоит их работа, в чем их обязанность, их внимание опустилось так низко, что они пытаются сравнивать себя с дешевыми женщинами и с дешевыми актрисами, или с женщинами без всяких идеалов жизни. Вы должны понять, что вы не похожи на этих ужасных женщин. Вы слабые, и вы не должны поддаваться всевозможным глупостям, которые эти женщины совершают ради денег. Доходит до проституции, вот что люди делают ради денег. А мы удовлетворены. А если вы удовлетворены, вы будете на самом деле наслаждаться собой, вы будете наслаждаться семейной жизнью. Неудовлетворенная женщина всегда считает виноватыми других, всегда что-то требует, никогда не может стать хорошей женой и никогда не может создать хорошее общество. И это общество, которое она создает, разрушит следующее общество. Конечно, мужчины должны уважать женщин и уважать великие качества в них, их удовлетворенность, их терпение, их понимание. Все надо уважать. И они не должны все время подсмеиваться над женами. Я видела, что если это делают, то женщина тоже опускается на тот же самый уровень. Это не дружба. В дружбе должно быть уважение. С вашими друзьями можно проделывать это, но не с женой. Это то, чего я не могу понять. Как это мужчины столь глупо используют свой ум? Ведь она мать его детей. Если вы смеетесь над ней, дети тоже будут смеяться над ней. Конечно, она должна уважать вас, потому что она получает от вас авторитет, но вы также должны поддерживать ее авторитет. Вы должны содержать ее в надлежащем состоянии. Мужья отказываются от жен из-за незначительных вещей. Шокирует, что некоторые пожилые люди в Сахаджи-юге делают всевозможную ерунду в своей семейной жизни. Удивляюсь этому, как они только могут делать такое. Это на самом деле шокирует меня. Мне здесь сказали, что сюда приедут Сахаджи-юги, которые сбились с пути, делают грубые, грязные вещи, плохие вещи. Я должна сказать, вещи, которые не являются чистыми, и что они разрушат Сахаджи-югу. Если они предсказали такое, тогда представьте, в моем-то возрасте я должна бороться с этим. Но вы все можете побороться с этим, поняв, что это не ваша жизнь, что это не Сахаджи-юговская жизнь, что вам надо жить как Сахаджи-югам. Вы должны дать Сахаджи-юге свое доброе имя, не искусственно, а на самом деле люди должны сказать, что если есть святые, то они в Сахаджи-юге. В прошлый раз я сказала, что скупость не является качеством Сахаджи-юга, потому что он знает, что получит все, что захочет. Выдите и распространяйте как можно больше. Все это будет работать вам на пользу, но это более характерно для мужчин. Женщины скупы. Они хлопочут вокруг своих детей, а не вокруг других детей, не вокруг других людей. Если бы женщины стали более социалистическими, это была бы хорошая идея, и это помогло бы им быть более справедливыми со своей собственной Шакти, потому что она хочет, в вашей Шакти, внутри вас, хочет, чтобы вы были щедрыми, были добрыми, были любящими. Если вы не любящие, то это не будет работать. Я говорила на хинде, махараштрафцы учат хинди или нет, или они все еще замкнуты на маратти. Сам по себе маратти такой прекрасный язык, но пока вы не выучите хинди, вы не поймете его особенности. Так что те, кто знает только маратти, и те, кто думают, что они только махараштрафцы, сейчас все будет работать не так. Бог тоже сейчас понимает английский. Так что все вы должны по крайней мере знать хинди. По крайней мере. Если вы все знаете английский хорошо, но вы по крайней мере должны уметь говорить хинди. Махараштрафцы очень упрямые люди. Во всем. Очень упрямые люди. Много тщеславия и струидности. Полные тщеславия. Мы из Махараштри. Не прямо Шиваджи Махараджи. Каждый себя считает Шиваджи Махараджи и Диджабар. Я просто не могу понять этих людей. Вам нужно иметь скромность и покорность. И с этой скромностью вам нужно влюбляться в Сахараджи. Здесь же нет слова аналогичного скромности. Никто не использует его. Но даже если вы используете слово скромность и покорность, вы должны иметь это качество внутри. Всякий раз, когда они видят меня, они соединяют передо мной руки. А как с остальными? Если везде есть это упрямство и тщеславие Махараштрицы, одновременно с этим так много людей следует за различными лжи-гурами и так много ритуалистов, от этого вы тоже не хотите избавляться. Что хорошего могут делать эти люди? Они Сахараджи йоги только по названию. Надев мой значок, никто не становится Сахараджи йогом. Вы должны стать Сахараджи йогом в сердце. И первое, что нужно иметь, это покорность, сладость и искреннюю заботу о других людях. Как ваша мать, старайтесь походить на него. Очень важно жить с покорностью. Я видела, что в Сахараджи йоге женщины дерутся, как женщины на дороге. Я удивилась. Сейчас вы все пришли в категорию йога. Откуда внутри вас появились эти ссоры и борьба? Это означает, что покорности нет. Поэтому я прошу вас со всей искренностью, чтобы женщины из Махараштра воспитали покорность внутри себя. И это относится также и к мужчинам. Даже если он полицейский, он будет считать себя кем-то великим Махараштра. Но в Северной Индии это не так. Удивительно. Но даже если он занимает самое высокое положение, он будет вести себя должным образом. Если кто-то сильно горд своей работой, знайте, что это Махараштра ведь. Они стали жить людьми очень низкого уровня. Поэтому сейчас я не знаю, как объяснить им, что надо идти вглубь. Вы должны знать, что нужно достичь. Все те свисты, что рождались на вашей земле в Махараштра, они устали объяснять вам люди. И в конце концов приняли самадхи и попрощались со всеми. Они сказали, что мы больше не хотим жить в Махарашке. Они не оставили никого. Они учили всех их и меня тоже. Итак, вы должны говорить со всеми с любовью. Вы должны уважать всех. Вы всегда должны стараться понять, что я человек, только ты и дано тоже человек. Поэтому я должен продемонстрировать человечность по отношению к этому человеку. и просто демонстрировать ее самому себе бессмысленно. Вначале я думала, что северные единицы бесполезны. Но сейчас я вижу и верю, что наиболее бесполезные люди – Махарашты. Я была самая поддалена в деревнях Махарашты. Путешествовала там так много. У этих людей нет никакой покойности. Старшие вводят чрезмерную дисциплину. Как же тогда дети будут в порядке? Вещали такие дисциплинированные, что я не знаю, может быть, они из армии или откуда. Вы должны быть любящими. Вы должны вести себя со всеми, с любящим сердцем. Я говорю вам, вы должны воспринимать других детей, как своих собственных. А вы беспокоите своих собственных детей. Тогда как же вы будете любить других детей? Все качества Махарашты должны быть поглощены покорностью. Каждый знает покорность Ганапати. Нет необходимости говорить о том, что вы должны быть покорны, как в Шри Ганеша. У вас должна быть та же сладость, что и в Шри Ганеша. Но я не вижу ничего такого. Кроме того, вы должны говорить с каждым с уважением, потому что все вы йоги. Каждый из вас должен уважать других. Здесь все йоги. Здесь все йоги. Однажды я рассказывала, что Браминне прикану святого в том, что он вышел из низкой касты. Тогда Тукарама посыл паэму, который говорил, что лучше быть из низкой касты, но с хорошим сердцем, чем быть плохим Брамином. Есть много примеров таких святых. Они приходят, вы мучаете их, и они уходят. Ничего не произошло в головах людей. Они не повзрослели. В их поведении нет никакой любви. Когда я спросила молодых людей, которые работают в предвыборной компании, каких-то политиков, я спросила их, какой у вас девиз? У нас нет никакого девиза. Но как же вы можете пропагандировать вашу пасцию без всякого девиза? У нас нет девиза. Что старшие сказали нам, то мы и делаем. Что ваши лидеры варуют деньги. Вы будете делать то же самое? Да, сказали они невинны. Сахаджи-йоги не нужны глупые люди. Сахаджи-йога не для глупцов. Чтобы быть Сахаджи-йогом, нужен глубокий характер. Делайте, что хотите, но приведитесь эту ситуацию в махарашки в порядок. Вы должны уважать молодежь. Вы должны заботиться о них. Мне не нравится, что молодых Сахаджи-йогов, юва-шакти, посылают работать в лесу и не позволяют присутствовать на пушин. Я говорю, что подобное не должно повторяться. Важна любовь. Не надо измеять, насколько мы любим других. Просто позвольте людям течь. Из всяких ожиданий ваша любовь должна течь. Мы должны установить общество Сахаджи-йогов, в котором все любят и уважают друг друга. Мы уже основали общество, но оно еще не доведено до совершенства. Это вы должны довести его до блеска. Оно очистится вашей любовью, вашей речью и вашим поведением. И наше Сахаджи-общество будет самым прекрасным обществом. Прекрасным. То, что плохо, то и не нужно. Нужно то, что хорошо. У вас должно быть такое воспитание, такое чувство и такая жизнь. Прекрасным обществом. Прекрасный обществу. Прекрасный обществу. У вас было не только собака. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин. Аб틴 Манси. Продолжение следует... Продолжение следует...